Зомби-ужасы в тандеме с полицейским боевиком А к смертельной ярости Терри Блэк Ну, как вы уже поняли, они братья А поскольку смертельная ярость вышла на год позже смертельного оружия То, естественно, она немного погрелась в лучах славы фильма Ричарда Доннера Большей частью в США фильм всячески опускали ниже Плинтуса Говорили, что и характеры героев поначалу хорошо раскрыты А затем все это заброшено в пыльный подвал Насмехались над актерской игрой Джо Пископа Который кривлялся практически в каждом кадре Чем якобы убил всю химию взаимоотношений между напарниками Картину оскорбляли даже наиглупейшим симбиозом полицейского боевика и зомби-фильма Не согласен Категорически не согласен Как вы уже знаете, обзоры на фильмы, которые я делаю Я делаю в основном в положительном ключе И фильм Марка Голдблата не исключение Во-первых, зомби-жанр сам по себе, конечно, любопытен Ну и полицейские боевики тоже я иногда смотрю И неизвестно, когда бы я сделал обзор на эту картину, если бы не одно но 20 марта 2017 года, то есть на момент написания обзора совсем недавно Скончался мультимиллиардер, масон и один из кукловодов политической жизни планеты Земля Дэвид Рокфеллер У меня с его личностью возникает много всяких мрачных ассоциаций В том числе и в плане продления своей физической жизни А поскольку одна из идей фильма развивает концепцию бессмертия за деньги То все это наталкивает на определенные размышления Один из героев этой ленты, которого играет король американских фильмов ужасов Винсент Прайс Произносит очень любопытный монолог Суть которого сводится к тому, что умирать должны только бедняки А мы богачи должны жить вечно Это желает сам Господь Ну а если он против, мы его подкупим Ужасная по своей сути фраза, делящая людей на два сорта Но кино не жизнь И здесь зачастую торжествует хэппи-энд и человеческая справедливость Которую и вершат главные герои В исполнении Трита Уильямса и Джо Пископо Помимо идей вечной жизни, ленты интересны гримом и спецэффектами На протяжении всей ленты нам показывают поэтапный физический распад Главного героя, кульминацию которого его враги не увидели Так как герои отправили практически всех злодеев прямиком в пекло к дьяволу Конечно не избежал фильм проблем, например сценарий Но все это легко упустить из виду Потому что главное, фильм веселый и носит развлекательный характер Смотрится легко, он достаточно смешон и динамичен Сюжет конечно же ориентирован на экшен И тут его вполне хватает Начиная от ограбления ювелирки И заканчивая кульминационной разборкой А в середине фильма Множество столкновений с приспешниками Главного злодея в лице зомби Помимо Триты Уильямса и Джо Пископо В ленте появились настоящие ветераны Голливуда Уже довольно таки сухой и старый Но все еще Винсент Прайс Или например Даррен МакГевен Известный истинным фанатом фильмов ужасов По роли в сериале про Карла Колчака В ленте также снялся Кей Люк Чье восточное присутствие в Голливуде Длится аж с середины 30-х годов 20-го столетия Кроме того в киноленте есть несколько камео В которых появились например Тору Танака В роли мясника И Шейн Блэк В роли патрульного Режиссер ленты Марк Голдблат Годом позже поставил очень хороший боевик С Дольфом Лундгреном «Каратель» Но прежде всего в Голливуде он известен Как первоклассный монтажер Который снискал себе репутацию На очень крутых фильмах Кому интересно погуглите Спецэффекты Они здесь превосходны Молнии, взрывы, отваливающиеся руки и головы А также куча ужасных и мерзких существ Взять ту же сцену В китайском мясном магазинчике Где на героев буквально готовы напасть все От жареных ножек до туши быка Режиссером спецэффектов На картине был Тодд Мастерс Он начал полноценно делать спецэффекты Начиная с картины «Ночь кошмаров» Да так и не может остановиться до сих пор Пересказывать фильм смысла не вижу Так как его нужно смотреть Но подозреваю, что мимо многих зрителей Моего канала эта кинолента не прошла И была уже давно просмотрена В таком случае думаю, что неплохо Что я его тоже вспомнил Вот только повод конечно странный Как я описал уже выше Подведу итог Если вам по нраву творчество Основанное на концепции оживления Человеческого тела и как следствие Проблем, возникающих из-за этого Смело смотрите Если вам нравится наследие актера Винсента Прайса Смотрите Его тут немного, но все же это одно из Последних появлений короля Полицейский боевик 80-х тоже можно с натяжкой Но все же отнести к этому фильму И поэтому если опустить всю эту историю С живыми мертвецами и научной фантастикой То можно глянуть Ну и наконец Вы фанат фильмов ужасов И каким-то чудом вам удалось Избежать знакомства с этой кинолентой Вы многое потеряли По крайней мере полтора часа Нескучного действия точно На этом все Следите за обновлениями канала Делитесь видео в соц сетях До скорых встреч До встречи До встречи До встречи Субтитры сделал DimaTorzok